смотрите американская тушенка это хочу ваше внимание сосредоточить перекрою пока skype потому что не получается микрофон выключить за годы войны сша поставляли для нуж советской армии в рамках программы ленд-лиза более 2 миллиардов банок тушенки общий объем 646 тонн вот вдумайтесь если по современным картам брать ведь это ж не только американцы помогали тушенкой ну представьте тоннаж 646 тонн отправляли то есть это обошлось по моему если правильно понимаю чуть ли не миллиард беспроцентный кредит в размере миллиарда долларов в обеспечении поставок военного снаряжения сырья советскому союзу а теперь если посчитать вот если какой-нибудь математик возьмет не только тушенку но и технику там посчитает то какие-то цифры выйдут чтобы это все грузить на корабли и с какой стороны корабли должны подходить вы мне скажите за запада с европы так там все под контролем было нацистов грубо говоря по официальным данным может севера они как-то подходили из мурманска тушенку местным жителям всучивали и свинина ли была в тех банках вот чем вопрос слав у нас была иранская тушенка икар называлась икар банка примерно где-то ну выше наши стандартные таким прямо ирина подскажет что авиации тушенку доставляли это серьезные тоннажи это все равно все по я подвожу с этой тушенкой тому что америка у нас находится и свиной или мясо было вы представьте количество вот свиней если не смотрел ролик на ю тубе довольно известного блогера который дегустирует сухие пайки разных армий и вот он радостно говорит вот смотрите мясо дикого кабана ну специально назвали человечное мясо дикого кабана потому что скорее всего она по вкусу отличается от свинины он просто даже не задумывался сколько нужно диких кабанов убивать каждый день чтобы вот этот цех беспрерывно выпускал тушенку с мясом дикого кабана вот у нас как раз охотник в эфире я думаю серёга он как бы может сказать в этом ключе что про диких кабанов что поставить их на конвейер чтобы выпускать каждый день сотни тысяч консерв это наверно проблема передайте слово я с тобой согласен для меня была загадка если честно смотрите люди у нас в челябинской области очень развита сеть магазинов красно-белое урал не может кормить как бы у нас нет на урале столько говядины и столько свинины сколько в магазинах и и продается на самом деле но нету правда и все что у нас продается магазинах это полная хрень соленьями действительно чем можно как-то не промокнуться я ел на дальнем востоке сахати но нам огромную помню ногу принесли вот жесткое мясо а вот кабани стада это не существует в природе чтобы значит когда началась трагедия на донбассе и уничтожали в огромном количестве человечества но порядка полмиллиона сейчас наверно уже больше в харьковские скажем магазины начала поступать мясо под названием кенгурятина но если вы никогда не пробовали кенгуру как вы узнаете что это кенгуру но не только в харьков поступали в больших количествах и в объемах кенгуру если вы возьметесь поставить перед собой цели погуглите мясо кенгуру поставки там в те или иные магазины вы видите что это просто очень огромные партии естественно я думаю что это скорее всего не кенгуру а человечина передаю слово если я не поленюсь я могу найти ролики где сами вот эти убийцы рода человеческого про это рассказывают что только в одной америке на фарш 300 тысяч человек ежегодно идет макдональдс они это все рассказывают радиоведущий спрашивает а чего вы не боитесь так смело про это говорите они говорят а что вы нам сможете сделать у нас власть у нас оружие а вы челядь жёстко 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 и Продолжение следует...